А вот у нас, знаете что? Телевидение способно преодолевать самые длинные расстояния в считанные секунды. Прямо сейчас отправляемся за 208 километров на восток полуострова и узнаем о работе Керченского студенческого клуба. На связи со студией наша коллега Екатерина Рябова. Доброе утро, Катюша. Расскажи, пожалуйста, как создают студенческие объединения в городе герои. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, кремчане. Сегодня поговорим о том, чем живут керченские студенты. Наш сегодняшний гость это Светлана Горбунова, руководитель студенческого клуба Керченского государственного морского технологического университета. Светлана Николаевна, доброе утро. Расскажите, я знаю, что недавно ваш студенческий клуб, это самый старый студенческий клуб в городе герои, отметил 20-летие. Как отпраздновали? Мы его отметили большим праздничным концертом, которым подготовили очень много премьер. Мы его проводили во Дворце Корабелов, на сцене Дворца Корабелов. Пригласили много своих друзей, приглашали выпускников. У нас на сцене побывали даже дети выпускников уже, малыши, которые, мы надеемся, когда-нибудь будут выступать в нашем студенческом клубе и учиться в нашем вузе. То есть это был большой, красочный праздник. Светлана Николаевна, я знаю, что помимо самодеятельности студенческой в привычном понимании, у вас есть новый проект. Например, это курсантский бал, это уже межвузовский проект, реализуется несколько лет подряд. Вот скажите, сложно ли как-то мотивировать, понятное дело, что не заставить студентов после парня бежать, сломя голову домой или еще куда-нибудь, а вот приходите на занятия, разучивать там мазурку, польку, вот как это удается? Ну, на самом деле, то, что касается курсантского бала, это уже будет пятый курсантский бал, юбилейный. И сейчас стало легче немножечко их мотивировать, потому что курсанты уже видят, они уже видели предыдущие праздники, им уже проще. Многие уже хотят, даже прям мечтают. Есть даже некоторые такие студенты и курсанты, которые говорят, мы пришли к вам, чтобы поступили в КГМТУ, именно для того, чтобы активно участвовать в студенческой жизни и выступать в курсантском балу. Но вообще для курсантского бала мы ребят готовим, у них хореография прям в расписании стоит. То есть они танцуют и на первой паре бывает, и на третьей паре бывает. Ну, по-разному бывает, что приходится заставлять, многие сами хотят. Поэтому это такой большой грандиозный проект для воспоминания на всю оставшуюся жизнь. Светлана Николаевна, уже репетиции начались? Да, буквально, вот, кстати, с 1 ноября первокурсники уже приступили к активным репетициям. Пока еще репетируют только юноши, уже очень скоро добавятся к ним и девушки. И мы уже начали к нему подготовку, поскольку, в общем-то, бальные танцы не совсем присущи современной молодежи, поэтому им учить трудно, но они очень стараются. Светлана Николаевна, вуз все-таки в Керчи, ну, надо сказать, мужской, да? Мальчиков больше, чем девочек. А где для бала берете девочек? На самом деле, действительно, бывает такой нюанс, такая проблема. Мы приглашаем участвовать всех наших девушек, всех, кто учится в КГМТУ на технологическом факультете. Но были у нас такие случаи, когда мы приглашали медицинский колледж, партнерши у нас были. У нас были партнерши с морского технического лицея. В общем, как-то находим выход из ситуации. А вот когда состоится следующий курсантский бал и вот что нового будет? Как я уже сказала, следующий курсантский бал мы планируем 23 февраля 2020 года. Это будет уже пятый юбилейный праздник. Что нового? Ну, трудно сказать, еще пока фишек специальных выдавать не будем. Единственное, что мы планируем пригласить в этом году к нам гостей. Год назад мы побывали в Калининграде с этим проектом. Курсантский бал увидели курсанты-студенты Калининградского государственного технического университета. И у нас уже появился такой опыт. Они тоже танцевали вместе с нами на одной сцене. Они танцевали несколько танцев. А в этом году мы решили пригласить наших соседей. Недавно побывав в Солнечногорске на молодежном форуме, мы познакомились с ребятами интересными. И хотим в этом году на наш курсантский бал пригласить ребят из Ставропольского государственного университета. Которые, как оказалось, тоже изучают бальные танцы. И вот мы мечтаем, чтобы они приехали к нам в гости и поучаствовали в нашем празднике. Но зрителями вашего праздника может стать кто угодно, да? Все крымчане приехать и посмотреть. Совершенно верно. Более того, не крымчане. У нас в КГМТУ учатся студенты из разных регионов России и Украины. Я знаю, например, что приезжают родители из Запорожья к одной девочке каждый год из Краснодарского края. В общем-то, приезжают родители с разных уголков России. Ну и, конечно, керчан мы всегда ждем, приглашаем. Есть постоянные зрители, которые с года в год к нам ходят. Мы их очень любим и им очень благодарны. Ну, я приглашаю всех керчан, всех крымчан стать зрителями курсантского бала, который пройдет в феврале следующего года. Ну, а пока что на этом все. Обо всех интересных событиях мы сегодня еще расскажем в вечернем выпуске в 19.30. Коллеги, я передаю вам слово. Катя, спасибо тебе большое. Желаю вам хорошего дня и добрых новостей. Напоминаем, что с нами на связи был керченский филиал телерадио компании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова.